что это такое? нет, ты можешь поставить? ну что это? камера и мотор всем привет! я Артем Ухарьев это Миша Чушев мы находимся на заводе сегодня я покажу немножко как работать оверхук закрытого гардера в основные моменты и пару вариантов развития событий ок, что важно когда мы хотим ломать осанку сопернику это захват за ногу очень сильная вещь причем именно не за шею, а за затылок, если я держу его за шею он может выправить все равно голову не надо чувствовать он все равно может выправлять осанку, да? если я держу за затылок ему это гораздо сложнее также если я поверну голову в идеале вообще могу взять даже за челюсть тогда у него здесь другие мышцы работают, он не может поднимать спину очень тяжело то есть просто вы можете к себе и в бок и держать голову таким образом очень тяжело тогда выпрямляться также ваши ноги смотрите, если он сидит мои ноги просто висят ничего не делают у них нет силы я хочу ногами его все время тянуть просто чуть-чуть тянуть все время да? соответственно если его рук нет я прям ногами его притягиваю ноги работают, руки работают поверну голову и полностью его всеми четырьмя конечностями тяну к себе тогда ему гораздо сложнее подняться следующее когда я беру оверхук смотрите самое важное если я остался я взял оверхук я держу голову все здорово казалось бы я могу взять его тут за куртку да? классический вариант могу себя взять за куртку он гиб просто руку положить на себя он может рано не поздно допустим снять мою руку с головы и если мы фронтально он просто вытащит руку да? ну в общем просто она выходит поэтому самое важное что нужно делать когда вы работаете да? за категорию то верхову в частности это менять укрыш да? относительно него вот таким образом просто если вы отползете в бок лучше всего да? это если вы поставите ноги ему в таз одну и в вторую если две вообще здорово у него получается смотрите спина смотрит туда то есть вектор давления если он начнет давить ноги мои блокируют его таз и все давление будет уходить в сторону и рука теперь изолирована у него 90 градусов угол между телом и рукой он никогда не может деться также важно если мы нога подним то он может просто встать наверх да? подняться и на меня и все вернется поэтому важно нога толкает лучше две может быть одна но лучше две здесь рука держит да? оперху и колено дает плечо вниз то есть три точки контроля лучше всего еще работать против головы чтобы он не мог работать осанкой да? то есть вот такой контроль тут вы наверное знаете да? базовый вариант с треугольником очень простой вариант есть вариант контроля вот такой да? можно держать та нога у меня обязательно контролирует таз чтобы он на меня не подошел вес а здесь контроль чуть-чуть пристать да-да-да-да-да то есть очень хороший контроль отсюда можно да? пойти на уплату легко заработать ему уплату это уже кому-то нравится и смотрите вариант как поменять уйти на кимура отсюда в данном случае я сейчас руку тяну да? то есть рука тянется но мне надо менять захват и когда я буду менять захват я не смогу вот этой рукой правой тянуть ее но я могу руку поворачивать я беру и начинаю как бы закручивать руку на себя то есть беру локоть и кручу сюда вот таким образом то есть когда я хочу поменять захват я могу подтянуться здесь закручиваю одной рукой поменял. Продолжаю закручивать. Если я не кручу, просто держу. Может, можешь руку вытащить? Да, сразу рука уходит. Но если я закрутил ее сюда, просто вот такое движение, стучишь, можешь вытащить? Наверное, сложнее. У меня особо дождается рука, и здесь я могу буквально вот так ему. Еще раз, важно. Ноги работают, ноги тянут на себя. Голова за затылок, поворачиваю. Обязательно меняю угол. Обязательно поменял угол, колено на верху плечу. Скручивающее движение, скручивающее движение по контролю. Просто вот такой контроль. Я могу держать одной рукой, заблокоть, поднимаю его в руки. Кимура, Ому Плата и, может быть, треугольник. Разный вариант. Просто вот. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok